Медовый спас по праву может считаться профессиональным праздником пчеловодов. Пасеки в наше время не такое частое явление и найти их нелегко. Но наши корреспонденты побывали на одной из них в деревне Орловка и узнали, как же делается правильный мед. Ячейки полные, но недозрелый. А вот это зрелый мед. 30 лет Андрей Беляев занимается пасекой. Это при том, что сам ужасно боится укусов пчел, а у супруги аллергия. Но этим делом занимался отец. А медовые угощения очень любит его большая семья. Вот к немецким пчелам можно открыть и залезть без дымаря. К русским подойти без дымаря страшно. Заниматься пасекой – дело непростое. Это с виду. Кажется, что пчелки трудятся самостоятельно. Но создать условия необходимо. Посадить медоносные растения. В идеале, чтобы рядом были сельхозполя. Аграрных предприятий немного, поэтому со своими пчелками Андрей Беляев кочует. Я вывожу на рязанские просторы. Летки заткнули в КАМАЗ вечером, чтобы днем они там бесятся, они могут температуру нагнать. Даже соты рушатся. Поэтому по прохладе. Или вентиляцию надо хорошую обеспечить, или день должен быть прохладный, или просто ночью. Закрываем литки, обеспечиваем вентиляцию и грузим в КАМАЗ. Выгружаемся в Рязани, там, где мы уже место разведали, подготовили, выбрали с хорошими медоносами. И живу в палатке там месяц-два. Кочевная жизнь – это необходимость, если хочешь получить хороший урожай сладкого меда. В наших краях пчелам просто негде брать пыльцу. Только одной семье, а это около 50 тысяч особей, требуется гектар цветущего поля, чтобы насобирать достаточное количество пыльцы. Это при том, что радиус лета у них около двух километров. За три километра тоже хорошо натаскают, а дальше уже расход горючего большой. Матка откладывает яйца в ячейку. Через 21 день пчела молодая выходит. Две недели примерно она работает в улье, перерабатывает мед, чистит, все такое. А потом еще две недели она выходит. Ну, это плюс-минус, они могут перестроить. Самые старые пчелы приносят воду, за водой уже летают. Век пчелы недолг. Всего 21 день. Матка трудится несколько месяцев. Поэтому популяции на этой пасеке зимой около 20 тысяч пчел в каждом улье. А летом доходит до 70 тысяч. Всего Андрей Беляев следит за 40 домиками для пчел. Главное – вовремя менять рамки. Вот из такого листа они делают вот такое. Ну, дня три, наверное, они отстроят вот такое. Да, но это если они возьмутся, все дружно захотят, если им надо. Недружные они между собой никогда не дружат. Это вот пчелу из этого улья взять, в этот посадить, все. Да, среднерусские пчелы злые, правильно. Просто по породе. И мы стали этому свидетелями. Покусан был не только наш оператор, но и побеждена оса, которая попыталась прорваться в один из домиков. Бой, бой пчелы с осой. Вот эта желтенькая – это оса. И вот пчела, и они друг друга жалют. После того, как пчелы потрудились, трудиться начинает Андрей Беляев. Он раскупоривает соты с помощью специального ножа. Потом отправляет рамки в медогонку. В зависимости от пыльцы получает либо цветочный мед, либо целебный, падивый. А полученный воск топит. Потом отвозит на предприятие, чтобы там ему для пчел приготовили новую вощину для рамок. Так и происходит из года в год. Скоро пчелы отправятся в своего рода зимний анабиоз. Они начнут заготавливать себе пыльцу и мед. Задача пчеловода – обеспечить домики теплом. Специально для этого Андрей Беляев построил амшанник с вентиляцией.